Глава девятая. Целесообразность смерти тела. Эпиграфы. Смерть несет в себе свет вечного бытия. Архиепископ Иоанн. Смерть сокращает сумму общего зла на земле. Епископ Аркадий Лубенский. Адам, первый человек, пал. За первым грехом последовали другие. Произошло брату убийство. Пролилась кровь Авеля. Люди развратились. Так начался процесс гниения и разложения человеческой души. Что могло замедлить этот процесс разрушения духовных основ в человечество и внести ограничения в этот поток зла, греха и порока, заполнивший землю. Это могла сделать только смерть тела. Она явилась как неизбежное следствие греха и разложения души. Как пишет митрополит Антоний Блюм. В мире, который грех человеческий сделал чудовищным, смерть является единственным выходом. Если бы наш мир греха был бы зафиксирован как неизменный и вечный, это был бы ад. Смерть единственное, что позволяет земле вместе со страданием вырваться из этого ада. Следует всегда вместе с тем учитывать, что в устах атеистов смерть обозначает совершенно иное понятие, чем в устах христианина. Для первых, смерть есть полное прекращение жизни. Для христианина это только переход из одной формы в другую. Если задуматься над вопросом о духовном значении смерти тела, то по многим причинам можно понять ее временный характер для падшего человечества в полноте грядущего воскресения. И поэтому смерть тела не нелепа, как говорят про нее люди мира, а необходимо и целесообразно. Как пишет Архимандрит впоследствии Патриарх Сергий, начало греха, плоть всегда остается в человеке, всегда его искушает, всегда препятствует человеку быстро и легко стать святым. Поэтому и познание Бога и получение блаженства небесного не может быть здесь на земле совершенным. Нужно нашему земному миру обновиться, извергнуть из себя все греховное, чтобы потом во всей полноте и совершенстве воспринять в себя грядущее царство. В этой нужде обновиться весь смысл разрушения мира. В этом и смысл смерти каждого человека. Епископ Аркадий Лубенский говорит, смерть для многих есть средство спасения от духовной гибели. Так, например, дети, умирающие в раннем возрасте, не знают греха. Смерть сокращает сумму общего зла на земле. Что представляло бы из себя жизнь, если бы вечно существовали убийцы? Каины, Иуды, предающие Господа, Нероны, люди-звери и другие. В книге «Путь чистоты и священного молчания» читаем «Откровение тайны смерти новым, нездешним светом озаряет и жизнь. Вся красота и таинственная, бездонная глубина ее раскрываются лишь перед лицом надвигающейся смерти». На какой бы ступени духовного развития человек не стоял, приближение смерти вызывает в нем прежде всего необычайное обострение чувства жизни. Это чувство, по существу духовного порядка, может иногда заглушаться физическими страданиями или обессиливаться старческой дряхлостью. Вся красота и ценность жизни, наверное, никем не переживается с такой силой, как приговоренным к смерти. Человеку кажется тогда, что если бы только удалось ему сохранить жизнь, он не потратил бы даром уже ни одного мгновения. Как величайшее благо воспринимается самая возможность жить и дышать, слышать, видеть и входить в общение с окружающей природой и другими людьми. Поистине смерть поет самый торжественный и чарующий гимн жизни, потому что только перед лицом смерти дано человеку увидеть ее настоящую красоту. Образ смерти бесследно рассеивает жалкое марево пошлости и нудных мелочей жизни, обычно застилающих ее истинный лик от духовного взора человека. В нем единственное лекарство против духовного паралича, плоского самодовольства, жизненного квиетизма. Физическое бессмертие нашей природы в ее теперешнем состоянии, порабощенности греху, было бы безвыходным духовным тупиком для нее, так как слабый дух наш был бы всецело и навеки захвачен в плен стихийными силами материального и душевного мира. Не только смерть, говорит Лафатер, одухотворяет наше безжизненное существо, но одна мысль о смерти придает более прекрасную форму жизни. Через смерть доносится до нас голос вечности и открывается прозрение в иные миры. Таинственные голоса жизни, исходящие из ее бездонных глубин, говорят человеку о том, что за пределами видимого и невидимых миров, им переживаемых, пребывает вечный первоисточник всего сущего, от которого все изошло и к которому все возвратится. Когда хоронят священников, то совершающие обряд отпевания священнослужители надевают белые одежды, как в день духовного торжества, день конца скорбей и начала радости для усопшего. Но ведь каждый из христиан принадлежит к царственному священству. Первое послание апостола Петра, глава 2, стих 9. Как говорит епископ Феофан Затворник, «Я всегда был такой мысли, что по умершим не траур нужно надевать, а праздничные наряды, а у нас все вверх ногами перевернулось». А пастырь, отец Иоанн Сергиев, пишет, «Не страшитесь смерти и не скорбите, братья, через меру. Иисус Христос, Спаситель наш, Своею смертью победил нашу смерть и Своим воскресением положил основание нашему воскресению. И мы каждую неделю, каждый воскресный день торжествуем во Христе воскресшем наше общее будущее воскресенье и предначинаем вечную жизнь, к которой настоящая временная жизнь есть краткий, хотя и тесный, и прискорбный путь. Смерть же истинного христианина есть не более как сон до дня воскресения или как рождение в новую жизнь. «Учитесь непрестанно умирать греху и воскресать душами от мертвых дел. Обогащайтесь добродетелью и не скорбите безутешно об умерших. Научайтесь встречать смерть без ужаса, как определение Отца Небесного, которое с воскресением Христовым из мертвых потеряло свою грозность». А старец Схимонах Силуан пишет, «Душа, познавшая любовь Божию Духом Святым, умирая, испытывает некоторый страх, когда ангелы поведут ее ко Господу, потому что, живя в мире, она повинна в грехах. Но когда увидит душа Господа, то возрадуется от его милостивого, кроткого лица, и Господь не помянет ей грехов по множеству кротости и любви своей. От первого взгляда на Господа вселится в душу любовь Господня, и она от любви Божией и сладости Духа Святого вся изменится». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова